друзья всем привет продолжаем знакомство с летающим медведем точнее с призраком летающего медведя именно так переводится название этого 3d принтера очень им доволен это действительно призрак потому что послушайте как тихо он работает этот 3d принтер реально очень тихий я не ожидал от него такого он позволяет мне прийти с работы и когда все уснут позаниматься своими делами своими проектами спокойно печатать в прошлом видео я делал обзор на это чудо техники кто не видел посмотрите сейчас будет подсказочка небольшая катушка подарочного пластика была которая была в комплекте довольно быстро закончилась так что я еще докупил две белую и черную сейчас ты черная и печатаются лопасти лопасти печатают для ирисовой диафрагмы которую самостоятельно разработал во фьюжине прошлом видео я вам обещал усовершенствовать и доделать ирисовую диафрагму довести ее до ума если у меня получится я все файлы формате stl выгружу в общий доступ и вы сможете это повторить у себя дома специально для вас для видео печатаю лопасти черным цветом чтобы усилить контраст и начал я улучшение с лопастей прошлые были толщиной 0,55 миллиметра это толстоватой лопасти для ирисовой диафрагмы смысл в том что чем тоньше лопасти тем больше она может закрыться то есть сама толщина лопастей в конце препятствует их перекрытию поэтому я начал двигаться в меньшую сторону начал экспериментировать вот у меня лопасть уже 0 4 миллиметра 0 3 миллиметра а вот это самая последняя 0 2 миллиметра вообще тоненькая тоненькая получилось он честно говоря это уже слишком потому что ее ведет она не очень жесткая и мне кажется такая лопасть будет не очень качественно работать и при попытке закрыть она просто будет гнуться деформироваться поэтому я остановился на ноль целых три десятых миллиметра и сейчас напечатаю лопасти черным цветом также подверглись изменением кольца и верхняя и нижняя я изменил все отверстия в размере увеличил их на несколько десяток так чтобы все входило плотненько но при этом чтобы лопасти двигались работали выполняли свою функцию но все равно получается не идеально и цилиндр у меня получается книзу немножко расширенный поэтому я механически немножко их дорабатываю и вот такого качества получается одно из колец благодаря более правильным настройкам кур а само качество печати выросла она также подросла скорость печати но все равно мне кажется без пост обработки не обойтись и лучше все отверстия пройтись еще сверлом нужного диаметра и так ребята первая черная лопасть готова и готова сойти с конвейера вот она с пылу жару смотрим что получилось но все равно видите присутствуют у меня определенные дефекты пока не могу никаких побороть никакими настройками честно говоря не знаю что это такое как будто сопла в определенный момент цепляет деталь и немножко портит ее вот полоса кто знает как побороть это подскажите пожалуйста в комментариях но и вот надеюсь вам видно цилиндр книзу немножко расширяется вот это я убираю уже механически поехали дальше под кофеек и перед тем как печатать ответственную деталь такое же нижнее кольцо только с прорезями и плюс в него будет интегрировано внутреннее зубчатое колесо я решил усовершенствовать обдув детали при печати и для этого распечатать сопла то есть направить поток воздуха непосредственно туда где идет печать не стал скачивать уже готовое сопло решил разработать самостоятельно потренироваться так как я в этом новичок как вы видите вариантов получилось много переделывал угол изменял длину подгонял и вот наконец готовый вариант сопла направления воздушного потока ссылку на него я также оставлю в описании под видео пока временно для проверки приклеить сопла на 4 капли циан акрилата смотрим ну по-моему выглядит все отлично много раз подгонял изменял вот этот угол чтобы при печати не цеплялась деталь также расширял выходное отверстие и вот этот угол изменял чтобы поток шел прямо на деталь и і вот 8 Наконец все детали готовы, напечатаны и вот они перед вами. Ребята я вам так скажу на своем опыте, если у вас дома нету своего 3d принтера, что-то подобное разрабатывать и отдавать кому-то на печать даже не стоит. Никакого удовольствия вы от этого не получите, потому что вы даже не представляете сколько раз я все это перепечатывал. Сначала я подбирал толщину лопастей, их здесь 13. Слишком тонкие это плохо, они бы гнулись не работали, а слишком толстые препятствовали бы закрытию ирисовой диафрагмы, то есть до конца они практически бы не закрывались. Затем я долго подгонял зазоры, из-за усадки добивался того, чтобы одна деталь входила в другую и все хорошо двигалось, работало без особого, без большого зазора. Кто-то может скажет, что это явно нехватка опыта, может быть. Но кроме этого еще приходилось подгонять высоту, рассчитывать, потому что конечную высоту я только узнал после того, как напечатал несколько деталей. И эта высота у меня не сходилась с расчетной, так что приходилось подгонять, вот например, я подгонял вот эту ответную крышку. Далее я раз 8 перепечатывал вот эти маленькие шестерни с модулем 0,8, чтобы они очень плотно садились на вал вот этого двигателя с редуктором. Вот так выглядит шестеренка вблизи. 8 зубьев, модуль 0,8. Как вы можете видеть, на валу есть проточка, защита от проворота и на шестерне я сделаю аналогичное заполнение. Очень плотненько все насаживается. Изначально я в своем проекте думал использовать латунные шестерни с аналогичными данными. Заказывал я их на алиэкспресс вместе с движочками. Ссылки все оставлю в описании. Движочки с редукторами. Но потом я решил для вас разработать пластиковую, чтобы каждый смог повторить. Это дело распечатать, только нужно будет приобрести движочек. Вот основное кольцо на обратной стороне прорези, сюда будут вставляться лопасти. С этой стороны предусмотрено внутреннее зубчатое колесо с таким же модулем. Оно и будет приводить в движение всю ирисовую диафрагму. На корпусе есть уже отверстия. Я их разработал до печати еще. Их нужно будет сейчас доработать до нужного диаметра и можно будет все собирать. Также я сейчас сниму все заусенцы, которые есть, чтобы при движении ирисовая диафрагма не закусывала. Ну и давайте от слова к делу. Сейчас подробно я вам покажу, как все собирается. И протестируем нашу ирисовую диафрагму. Нижнее кольцо диафрагмы необходимо будет прикрепить непосредственно к корпусу. Для этого просверлил отверстия. Нужно было их конечно тоже предусмотреть в программе. Прогоняю резьбу шуруповертом, чтобы легче закручивалось. И фиксирую вот такими маленькими винтиками. В принципе ничто не мешало эту деталь разработать и напечатать цельной. Теперь нужно вставить 13 лопастей толщиной 0,3 миллиметра. Когда все лопасти на своем месте, вставляем верхнее кольцо. Есть. Все легко вставляется. Уже что-то работает. Устанавливаем верхнюю крышку. Но сначала нужно соединить моторчик шестерни через верхнюю крышку. Специально сделал продолговатое отверстие, чтобы можно было отрегулировать. Вроде все готово. Подключаем 12 вольт. И смотрим, что происходит. Этот двигатель с редуктором работает в два направления. Меняешь полярность, меняется направление движения двигателя. Очень туго идет. Не хватает мощи вот этого моторчика с редуктором. В принципе я так и думал, надо будет приобрести помощнее немного. А так все работает. Мощи явно не хватает у этого двигателя. В принципе я легко останавливаю рукой. Я пробовал. Обратно идет полегче. Но все работает друзья. Я вас поздравляю. Волшебство. Эта диафрагма специально рассчитывалась под прозрачную поликарбонатовую трубу. Диаметром 100 миллиметров. Сейчас вставлю. И такая же вставляется вот сюда. Вот так это дело выглядит. Давайте еще раз посмотрим, как работает рисовая диафрагма. Меняем полярность. Каска. Она закрывается еще больше. Остается совсем маленькое отверстие. Просто у этого моторчика не хватает сил. Друзья, как вам это чудо техники? Я считаю, что получилось очень хорошо. Очень доволен этой ирисовой диафрагмой. Задумал я сделать это чудо техники очень давно. Мне захотелось сделать очень красивую, необычную заслонку на систему пылеудаления. Но считаю, мне это удалось. В будущем я хочу модернизировать свою систему пылеудаления в мастерской. И на каждый станок установить вот такую заслонку. Плюс, чтобы она еще открывалась и закрывалась автоматически. Надо будет еще поработать над электрикой. То есть при запуске станка, чтобы ирисовая диафрагма открывалась. Если вы захотите повторить это чудо техники дома и распечатать, я оставлю ссылки на Яндекс диск, куда загружу все STL файлы. Скачать их можно будет абсолютно бесплатно. Печатайте, пользуйтесь на здоровье. Ну а если кто вдруг захочет отблагодарить и помочь немного каналу, я ссылочки оставлю в описании на свои реквизиты. У меня на этом все, друзья. Кому видео понравилось, поддержите лайком. Обязательно очень поможет его продвижению. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок